Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем сочинять продолжаем сочинять Exchange Student Letter В первой части был обзор существующих так сказать из книги, во второй части я хочу попробовать написать собственное сочинение, посмотреть что из этого получится и все такое Итак, первое, на что стоит обращать внимание с чего начать Первое, это план Советую потратить пару минут буквально на план и поверьте мне ваше сочинение, ваше письмо будет писаться намного шустрее, чем если вы будете писать, так сказать, from scratch Значит, план Значит, в плане моем я сделаю так Первый пункт у меня будет Introduction, там будет Personal Data Personal Details Это дело такое Второй пункт у меня будет My Work, поскольку я уже взрослый человек Я не учусь в школе Я работаю My Work, я чуть-чуть скажу про свою работу And Studies И про то, что я немножечко учусь еще Так, третий пункт у меня будет Как у всех работающих людей у меня есть хобби Значит, у меня будет какое-то там хобби Четвертый пункт у меня будет Наверное, заключение Особо не будем расписывать много Значит, это будет Conclusion Final Final Part И в нем я буду задавать вопросы своему, так сказать, counterpart И, возможно, там еще чего-нибудь по скрипту какой-то верну И даже, может, фотографию какую-то добавлю Мало ли А теперь начинаем Итак, Introduction У меня Introduction Introduction Поехали Итак, Introduction у меня будет зеленым цветом Итак, Hello Hello Ага, Hello Нет, не Hello Первое Не забываем Мы же обращаемся к человеку Dear Leo Дорогой Leo Поскольку я пишу реальному человеку Значит, мне нужно к нему обратиться Естественно Не забывайте, пожалуйста Потому что часто начинается с места в карьер Погнали, Hello И так далее и тому подобное Нет Dear Leo Hello Вот теперь уже Hello Hello Можно поставить вот так I'm Christina I'm Christina Запятая Это нормально здесь Your new exchange student Exchange student Студент Далее Значит, exchange student Здесь я точку не ставлю From From Ukraine Поскольку я из Украины From Ukraine Далее Значит, следующее предложение I am Продолжаем Личные данные 34 Да, мне уже 34 Но учиться никогда не поздно And And I Live With my mom With my mom My mom Я живу со своей мамой In Lviv In Lviv A city Уточняем Поскольку не все могут знать Где это Что это за город такой A city In The Western Ukraine Город в Западной Украине Western Ukraine Во И так Персональные данные готовы Я сказала свое имя Я сказала свой возраст Я сказала о своей семье И где я живу В принципе, этого достаточно Я могу дописать еще I haven't I haven't Got Any Brothers Brothers Or sisters Ну, мало ли На всякий случай Or sisters Хотя, можно было бы этого не делать Ну, допустим, я хочу Ладно Пусть будет Для количества Следующий абзац Следующий абзац Будет О моей работе Поскольку я взрослая Значит, надо Колледжа у меня нет Школы у меня нет Поэтому есть работа I work I work As An Engineer Service Engineer Напишем Напишем правду Service Engineer Engineer Я работаю сервисным инженером For A Small For a small Private Private Firm Я работаю сервисным инженером В маленькой частной фирме Или на маленькую частную фирму There are There are Seven of us Seven of us Creating Creating Databases Databases And And Чтобы еще написать Small pieces of software Пусть будет так And Small pieces of software Software Ну я знаю For For web companies Пусть будет For web companies Значит Нас всего семеро Мы Создаем Базы данных И небольшие программки Для Интернет-компаний Каких-нибудь там Далее Чтобы еще сюда написать Ага Теперь еще о своей учебе Надо написать Last Year Last year I Started I Started Started Так Distant Distant Studies Studies Of Programming Programming Не будем распространяться Особенно детально Programming At MIT В прошлом году я начала Изучать Дистанционно Или заочно Программирование В Массачусетском техуниверситете Вот так вот Так Я думаю Об учебе достаточно Едем дальше Что еще можно сказать Правильно Теперь по плану Так По плану Заглядываем в план Для чего же мы его писали Хобби Поехали Хобби Так хобби In my In my Spare time Spare time Или free time Можете как вариант Можете free time писать Это одно и то же I like I like Woodworking Woodworking Я люблю заниматься Столярным делом Woodworking Там Что еще Playing Playing chess Playing chess Играть в шахматы And Ну и какой-нибудь активный отдых Hunting пусть будет Ну мало ли Я Член охотничьего клуба Пусть будет hunting Окей Хватит Этого достаточно В принципе Если человеку будет интересно Он задаст мне вопросы Не будем много писать Далее Теперь Что еще здесь можно было Что я не указала Я совершенно не указала Ничего о своих личных характеристиках То есть Какой я вообще Что я такое Какой я человек И допустим Меня посетила сейчас умная мысль Я хочу вот 3а Добавить здесь Personal Ну я не знаю как сказать Personal Personal qualities Какие-нибудь Qualities Личные качества там какие-то Personality Вот так вот Personality Окей Так I am I am Quite Здесь Безозрения совести Можно пользоваться Вот этими Всякими такими Наречиями небольшими Quite friendly Friendly And Easygoing Easygoing Some People Say I am A Workaholic Может и правда Холик Я не уверена что я правильно написала Но вроде так A workaholic But But I Don't Think So Ну я так не думаю Think so Sometimes I Can Be I can Be A bit Lazy Lazy Иногда я бываю Немножко Ленивой Окей Этого достаточно Все хватит Едем дальше Теперь заключение И так уже получилось довольно длинно Теперь Рисуем заключение И в заключении Я пишу так Я Внаглым образом Скопирую То что девочка писала В первой части Anyway Anyway That's all for now Не будем оригинальны That's all For Now Так Дальше Я с нетерпением ожидаю I'm looking Это обязательное требование Это обязательно Включайте в свое Письмо Looking Forward Forward To Seeing you Seeing you In New Jersey Наконец-то выяснилось Куда я еду Jersey And And Meeting Meeting Your Your Family О Вот это Можно сказать Основное А теперь Я могу смело Задавать вопросы Так Ну Первый вопрос Would you like Would you Like To play To play Chess With me Chess With me Хочешь ли Хотел бы ты со мной Сограть в шахматы With me Далее Второй вопрос Ну Какой еще можно быть Так Чтобы это такое Еще спросить Даже не знаю Чего бы такое придумать Tell me О Я так Окольным путем Tell me About Your Life Или можно без Your В принципе Ну пусть будет Your Your life In 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 Опять Нью-Джерси Будет повторяться Ну Я напишу иначе Your life In Даже не знаю Как лучше Ну в принципе Я указала уже место Поэтому повторяться In Ну пусть будет Нью-Джерси Ладно Пусть будет Немножко некрасиво Но ничего не поделаешь У меня сейчас нет фантазии Нью-Джерси Запятая What Is The weather Like In Септембр Какова там погода в сентябре Это восточное побережье США Поэтому Ну Погода в сентябре Мало ли Вдруг там чего-нибудь такое Так Ну вот пожалуй все Больше я ничего добавить здесь не могу Значит Я Пишу Ага Здесь вообще уже нет места Но With With my With my best Ага Ну Я могу дописать здесь еще Please Write Me Soon Этого достаточно With my best Wishes И дальше Я должна поставить свое полное имя Почему? Потому что я своего полного имя не поставила вначале Я написала, что я Кристина И успокоилась на этом Значит здесь я уже пишу свое имя и фамилию Кристина Кристина Словиковска Вот таким образом Это более-менее нормально Я ничего не говорила о фотографии Потому что Ну у меня ее просто Сейчас под рукой нет В принципе Можно было бы написать PS Поскриптум тут еще какой-то И написать I'm Sending Sending Oh, sorry Sending You My A folder of me Или Ну, пусть будет A folder of me A folder Of me In my workshop Допустим Мое фото меня в мастерской моей In my workshop Я же люблю вот working Столярку Значит у меня есть мастерская In my workshop Вот Если кому-то нравится по скриптуму Ну и тут фотография будет там Фотография Вот таким образом Теперь давайте посмотрим Что же у нас получилось Судя по требованиям Я не буду считать слова Я думаю, что здесь 120 слов Я думаю, есть Надеюсь Значит I'm Christina Так Первый абзац Меня вполне устраивает Но единственное Я бы вычеркнула Вот это I haven't got any brothers or sisters В принципе О семье я сказала Если человеку интересно Он меня спросит Не надо вываливать все сразу Далее Значит Я сказала о своем городе Я сказала о том месте, где я живу Замечательно Следующий абзац Я работаю сервисным инженером Значит Creating Small pieces of software Я уберу это Лишние эти детали Убирайте лишние Не надо Small pieces of software For web companies Нормально Я считаю этого достаточно А вот насчет Programming at MIT Я бы продолжила здесь И допустим Я бы написала Что I am interested Потому что Программирование Это очень широкое понятие Это ни о чем не говорит In Ruby Допустим In Ruby And Там не знаю Java Напишем Банально Ну пусть будет Дальше I am especially Можно даже написать Especially Я особенно Интересуюсь Вот I am especially interested in Ruby And Java Этого достаточно Далее Freetime Вполне нормально Ну hunting Это для прикола Как говорится Но почему бы и нет Далее Насчет Вроде бы нормально Насчет Характеристики Значит Я написала чуть-чуть Негатива о себе Совсем капельку Естественно Вот Я вся такая Хорошая и замечательная Прекрасно Следующий абзац У меня получился Довольно-таки Длинный последний абзац Но пожалуй Здесь не следовало бы Нью-Джерси Два раза ставить Это не очень красиво In Допустим Здесь я поставила бы Название города In Там New Haven Какой-нибудь Первое Что мне сейчас придет В голову Какой-нибудь там город In New Haven And meeting your family Скажем Ну Milling your family Этого достаточно А дальше Playchase И все такое И вот здесь уже будет Нью-Джерси Не будет повторений И это будет более Более прилично Более красиво Ну вот как-то так Следовательно Пишите план Обязательно Следуйте своему плану Если вам приходят в голову Умные мысли По ходу дела Такое бывает Ничего страшного Пишите Но в любом случае У вас должен быть черновик У вас должно быть написано На черновик Потом вы его себе Перепишите И у вас все будет Хорошо Как бы то ни было Скриншот Этого шедевра Я обязательно Размещаю на сайте Как образец Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok